В субботу в Таллиннском центре культуры Сальме пройдет Кубок Эстонии по фитнесу и культуризму. В нем примут участие 88 спортсменов, начало соревнований в 14 часов. Мы же решили предвосхитить это событие и пригласили организаторов Кубка и самих спортсменов в нашу студию. Сейчас на нашей сцене вы увидите участницу в категории бикини фитнес, чемпионку Эстонии 2017 года Регину Круковскую. А последние штрихи к выступлению ей наносит победительница в абсолютной категории первого чемпионата Эстонии фитмодел, судья Александра Лайри, которая скоро к нам присоединится и к президенту Эстонского союза культуризма и фитнеса Эргу Метцла, который сидит у нас уже в студии на диване. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, сейчас и Александр подойдет. Пока начнем разговаривать. 88 участников Кубка Эстонии. А это только наши спортсмены или из-за рубежа участники тоже пожалуют? В этот раз только наши спортсмены, но скажу, что в следующем году уже сделаем открытую Кубку. Я знаю, что очень много категорий есть. Расскажите о них более подробно. Какие категории будут представлены для мужчин и для женщин? Будут в этот раз очень хорошо, что будут все категории, которые вообще можно видеть в культуризме и фитнесе, начиная из спортивного фитнеса до классического культуризма. Короче, все там есть. Александра, мы сейчас с интересом наблюдали, как вы готовили Регину к выступлению. Вот так процесс подготовки и происходит, да? Примерно так и происходит, да. Спортсменам наносится грим, делается красивый макияж яркий и укладываются волосы. То есть вот что это за вещество? Вот эта кисточка, которая... Да я бы сказала, валик, 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 валик. Это специальный валик, да. Что за вещество вы накладываете, что спортсмены выглядят такими бронзовыми, подкопченными? Мы наносим специальный профессиональный грим, чтобы рельефность и мышцы спортсмены не пропали при ярком свете нас. А мы-то думаем, что они все такие загорелые. Да, да, да. Но загар делает тело красивее, конечно, все мы это знаем, и вот просто мы немножко делаем интенсивнее. А этот грим, он специально продается именно для культуристов или это тональный крем, скажем, что это? Это специальный профессиональный грим, он продается в спортивных магазинах, но, скажем, по логике он похож на автозагар, только несколько интенсивнее. Вот раз уж вы судья, вот сейчас у нас Регина там уже начала принимать различные позы на сцене, давайте посмотрим, прокомментируем, вот что именно оценивается, что должны показать спортсмены. Давайте начнем вот как из-за того, как спортсмен выходит. Регина, можешь нам сказать? Спортсмен выходит на сцену и показывает себя в самой красе. Есть основные обязательные позы, которые нужно исполнить на сцене. Первый выход спортсмена – это его индивидуальный выход, когда он делает, ну, не называть это хореографией, но определенные шаги, и он показывает себя со всех сторон. Есть четыре основных позы, то есть это поза фронтальная, лицом к публике и судьям, две боковых позы, то есть одним боком и другим. И вис со спины. Да, да, вис со спины. А что оценивают судьи? Вот, скажем, даже равномерность нанесения грима, это тоже влияет на сцену? Да, конечно, грим влияет на восприятие формы в целом, да. То есть если грим нанесен неопрятно и где-то пятнами, то это будет нам мешать и может нехорошо сыграть для спортсмена. Что оценивается? Величина мышц, их рельефность, насколько проявлены мелкие мышцы, скажем, или крупные группы мышц? Для каждой отдельной категории есть свои определенные правила, то есть даже в женских категориях разнится количество мышц, которые необходимы, или сухость, которая необходима. Но в принципе три основных параметра, которые в любой категории оцениваются, это мышечность, это симметрия и пропорциональность. То есть все должно быть в балансе у спортсмена. Это не только мышцы. То есть культуризм и фитнес – это не только мышцы, это общий красивый облик. Ну, когда мы про девушек говорим, то однозначно. А если говорить о мужчинах, Эрго, там все-таки именно мускулы. Да, так и есть, что у женщин сейчас, сегодня в этом спорте уже, да, такие большие некрасивые мышцы уже не популярны. И судя, и все сделать для того, чтобы выглядело больше эстетическим образом. Но, да, у мужиков все-таки смотрят мышцы, чтобы они были бы больше. Но там же тоже смотрят таким же образом симметрию и баланса всей тела. И тоже внешнюю такую красоту, в общем-то, чтобы это эстетически было. Но для того, чтобы привести себя в такую соревновательную форму, мы знаем, что это, во-первых, очень тяжело. Это огромная работа для спортсмена. Он не покидает тренажерный зал, он следит за каждым граммом жира, который должен уйти у него, чтобы обнажить мышцы. Но есть слухи о том, что спортсмены принимают и запрещенные добавки, или слишком много различных добавок, чтобы нарастить эту мышечную массу. Что сушка забирает очень много энергии и сил, и не очень полезно для здоровья. Как вы это все прокомментируете? Однозначно, это все присутствует, все, что вы перечислили. И подготовка к соревнованиям, это, конечно, большая работа. Это колоссальный труд, не только физический, но и как бы психологический работа с собой. Но я думаю, что если все-таки говорить о правильной, верной подготовке, то она должна быть продуманная, и не она должна быть какой-то убийственной для спортсмена. Даже какие-то чрезмерные сушки, они тоже не верны и не нужны. Часто думают, что сушка – это полная голодовка, и что спортсмены только этим занимаются. Но это далеко не так. А срывы бывают у спортсменов? После соревнований сразу мороженое, конфеты и во все тяжкие. Ну, это, конечно, да. То есть спортсмены часто заготавливают себе уже заранее любимые какие-то свои сладости, и после сцены их в большом количестве употребляют. Но насколько долго продлится период этого сладкоедения, да, это, конечно, зависит очень от каждого спортсмена. Здесь, чем правильнее подготовка, тем меньше будет срывов каких-то и чрезмерного потребления. Ну вот сейчас мы снова увидели Регину, и у меня возник такой вопрос. Я знаю, что позированию уделяется тоже очень много внимания. Не просто человек приходит и качается в франжурном зале. Вот сколько уроков позирования нужно взять? Каким образом ставится вот эта хореография на сцене? Хореография, вообще-то, индивидуальный момент подготовки, на самом деле. И здесь также зависит от самого спортсмена, как много часов, как много уроков ему нужно. Потому что, например, у тех, у кого есть какая-то хореографическая база, кто раньше танцевал, занимался гимнастикой, конечно, им дается это несколько легче. Те, кто никогда не был на сцене, не пел, не танцевал, конечно, они больше борются с собой и привыкают, например, просто к вниманию, к сцене. Но все достижимо просто, да, кому-то несколько больше нужно, кому-то меньше. Там есть какие-то лайфхаки, которые может использовать обычная женщина, скажем, позируя перед фотокамерой? Как красиво встать, чтобы не было видно живота, чтобы было подчеркнуто и все. Есть. Ты спрашиваешь, а Эрга кивает, кивает, кивает. И не только женщинам и мужчинам. Конечно, да. Саша, мы можем на ее показывать, по-моему, тоже, да? Ну, вот, скажем, например, в любой, ну, как бы, скажем так, позе боком, да, когда девушка стоит, позирует, например, даже перед телефоном, да, камерой телефона, то всегда хорошо немножечко приподнять бедро, например, подтянуть живот и немножко больше развернуть плечи, как бы, на камеру. Тогда создается такая более... Я уже тоже, да. Скажем, такая более красивая, как бы, форма песочных часов. Александра Лайер была у нас сегодня в гостях, судья соревнований, а также президент Эстонского союза культуризма и фитнеса Эрго Мецла. На сцене у нас была сегодня Регина Круговская. Ну, а всех приглашаем завтра в культурный центр Сальме на Кубок Эстонии по культуризму и фитнесу. Начало в 14.00. Не пропустите это замечательное событие. А сейчас познакомьтесь с теми передачами и проектами, которые мы покажем на нашем канале.